Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы на нас еще по какой-то причине не подписались, мы рекомендуем это сделать, поскольку на нашем канале вы найдете большое количество интересного, а главное полезного материала о том, что касается выбора и приобретения поддержанного автомобиля, в том числе и обзоры на машины в формате тест-драйвов, а также в формате обзоров технических, где мы подробно рассказываем об особенностях тех или иных моделей в БУ-виде, рассматривая их на подъемнике. Автомобиль, про который мы будем разговаривать в нашем сегодняшнем обзоре, это машинка достаточно интересная. Относится он формально к классу компакт-кроссоверов, а в качестве производителя здесь выступает очень любимая и уважаемая в сибирских краях Toyota. Эти машины достаточно свежие, что называется, актуального поколения. На конвейере они держатся по сей день. За следующие несколько минут данного обзора мы постараемся сформировать у вас представление о том, что представляет собой данная модель и определиться, пожалуй, с главным вопросом. Стоит ли начинать хотеть подобную машину для себя или выбрать объектом вожделения какой-то другой вариант? Встречайте, Toyota CH-R или CH-R. Так будет проще. Название этого автомобиля, Toyota CH-R, имеет пару вариантов расшифровки. Cross-Hatch Runabout, то бишь хэтчбэк для езды по пересеченной местности, либо как вариант Coupe Highrider, то есть купе с высокой посадкой, с высоким клиренсом. Эта модель появилась в 2016 году и была призвана создать позицию на ступенечку ниже и доступнее, чем популярный кроссовер Toyota RAV4. Дебют модели пришелся на 2016 год. Машина выпускалась на несколько рынков сбыта, однако не на всех из них она появлялась одновременно. Так, на российском рынке продажи данного кроссовера начались на год позже. В 2019 году машина подверглась рестайлингу и продолжает выпускаться по сей день. Таким образом, будучи представленной в одном единственном поколении. Что касается выборов комплектаций, типов привода и двигателей, на самом деле, в зависимости от рынка сбыта, этот автомобиль мог иметь некоторые различия. Так, на российский рынок эта машина не предлагалась в гибридной версии, в принципе. Вариантов двигателя для российских официальных CHR-ов было ровно два. Это бензиновые моторы объемом 1,2 литра с турбонаддувом на 115 лошадей, который в дорестайлинге мог иметь как механическую, так и вариаторную коробку передач, и передний либо полный привод, ну а более мощный 2-литровый 148-сильный бензиновый двигатель агрегатировался только с вариатором и передним приводом. В то же время, например, версии для Японии не имели 2-литрового бензинового агрегата. Зато здесь была гибридная версия с мотором 1,8 на 98 лошадиных сил, в то время как версии 1,2 турбо могли иметь как привод на передние, так и на все четыре колеса. Сегодня в наши руки попала как раз таки японская версия. Это гибридный дорестайл 2016 года выпуска без пробега по России. При первом взгляде на автомобиль со стороны C-HR не кажется каким-то чрезмерно огромным или громоздким, хотя габаритные размеры этого компакт-кроссовера достаточно взрослые. Длина автомобиля 4 метра 36 сантиметров, ширина 1,79 метра, а высота в зависимости от исполнения может быть 1,55 метра либо 1,56 метра. При этом колесная база машинки 2,64 метра, что должно по идее обеспечить задним пассажирам достаточное пространство для ног в салоне. Автомобиль получился достаточно юрким, радиус разворота 5,5 метров, очень даже неплохой показатель. Что касается качества лакокрасочного покрытия и его толщины, окрашен C-HR достаточно типично для большинства японских машин. В данном случае разброс показаний для родной краски будет лежать в диапазоне от 90 до 120-130 микрон. Если больше, как водится, проверяйте элемент на возможную потенциальную вторичную окраску. Ну и при проверке автомобиля в обязательном порядке обращайте внимание на разброс показаний, который по всем элементам не должен сильно отличаться один от другого. Что касается каких-то очагов коррозии на кузове, по C-HR такой статистики на данный момент просто нет. Машины еще достаточно свежие и практически все сохранились в хорошем состоянии. Так что при осмотре подобного автомобиля большую часть вашего внимания направьте на то, чтобы не купить автомобиль, восстановленный после серьезного ДТП. По традиции обзор автомобиля внутри мы начинаем с багажного отделения. Любопытно будет сравнить эту машинку, например, с такими автомобилями, как Lexus CT200H или, собственно, Toyota Prius. Крышка багажника здесь, кстати, достаточно тяжелая, увесистая. Само багажное отделение достаточно небольшое. Это касается как глубины, так и, собственно говоря, высоты погрузочного пространства. С поправкой на то, что кузов этого автомобиля больше напоминает хэтчбэк, а не универсал, говорить о какой-то повышенной практичности в данном случае, наверное, будет преждевременно. Каталожный объем багажного отделения при поднятых спинках задних сидений всего 297 литров. Это очень и очень немного. В цифрах же картина складывается следующая. Ширина проема по низу это 98 сантиметров, ну а длина багажного отделения по полу это порядка 76 сантиметров. Ширина багажника в широком месте около 107, ну а более зауженной части это около 95 сантиметров. Все пространство багажного отделения в данном случае имеет что-то наподобие ворсовой обивки. Это не пластик, по бокам у нас есть ниши, куда можно что-то спрятать, поставить, например, емкость с маслом или что-то подобного плана. Причем ниши эти находятся по обеим сторонам багажного отделения. Здесь есть дополнительный плафон подсветки и под фальшполом скрывается довольно-таки объемное пространство, которое у нас упорядочено при помощи пенопластового органайзера. На японский рынок эти автомобили не комплектовались никаким запасным колесом, не в виде докатки в том числе. Соответственно, здесь мы видим уже пол кузова и ремнобор, герметик и компрессор. По правой стороне расположился штатный инструмент. Это домкрат, вороток, баллонник и слева впереди буксировочная петля. Также есть пара кармашков, куда можно складировать уже какую-то свою мелочевку. Ну и если убрать заднюю полку, то высота багажника до стекла это край что-то около 40, наверное, 4 сантиметров. Все-таки, то есть для объемных грузов этот автомобиль вряд ли подойдет. Если все-таки необходимость увести что-то длинное и объемное у вас возникло, а вы по странному стечению обстоятельств решили использовать для этого данный кросс-хэтчбэк, вы можете сложить в спинки сидений. В этом случае пространство значительно увеличивается. И вы можете грузить сюда что-нибудь длиной до порядка метра 55 сантиметров. Ну а если груз необходимо протолкнуть гораздо дальше, то что-то в районе 2 метров 20. Можете на подобные цифры смело рассчитывать. Ну а теперь поговорим про салон Toyota CH-R. И начнем, конечно, с места водителя. Первое, что нужно отметить, попадая сюда, это достаточно интересную компоновку самой передней панели. Этот автомобиль, как и Lexus CT200H, например, очень сильно тяготеет к спортивности. Посадка на самом деле достаточно удобная. И подобрать для себя хорошее положение за рулем у меня получилось достаточно быстро. Напоминаю, мой рост 1,86 сантиметра. В данном конкретном случае подбирать посадку нам помогает и нормальная по диапазонам регулировка руля. Как по вылету, так и по наклону. В отличие, например, от Филдера, выпускающегося с 2014 года. Здесь также достаточно широкий диапазон регулировок водительского кресла. Есть регулировка по высоте, которая позволяет вам практически опуститься в самый пол и почувствовать себя, как будто вы водите спорт-купе. Но вот это вот максимально отодвинутое назад сидение. В этом положении, в принципе, я могу вытянуть левую ногу в колене полностью. Так что по запасу пространства за рулем Toyota C-HR упрекнуть не в чем. Что касается компоновки клавиш и органов управления, здесь, в принципе, все очень по-тойотовски, все очень знакомо. И у человека, который хоть раз в жизни на какой-то Toyota поездил, не возникнет никаких проблем, что называется, с акклиматизацией за рулем данного автомобиля. Правой рукой у нас есть довольно удобный подлокотник. Клавиша управления стеклоподъемниками. Кстати, абсолютно все стекла здесь, включая задние, имеют автоматический режим как на подъем, так и на опускание. Кнопка блокировки стеклоподъемников, клавиша управления центральным замком и пульт управления боковыми зеркалами, которые в данном случае имеют функцию складывания. Причем, могущие работать и в автоматическом режиме тоже. Справа под рулем у нас переключатель системы круиз-контроля. Кстати, довольно-таки удобный и очень узнаваемый в плане дизайна, практически кочующий из одного в другой автомобиль без всяких изменений. Клавиша на руле с левой стороны кнопки управления аудиосистемой, громкость настройки каналов, режима также телефоном, который вы можете подключить сюда через Bluetooth протокол. По правой стороне у нас есть в том числе и клавиша управления системами активной безопасности. Это контроль движения в полосе и контроль дистанции до переднего автомобиля. Справа также кнопка запуска остановки двигателя. И по правой стороне внизу, правда, не слишком удобно расположена в плане зоны видимости. Дотянуться-то до них просто, а вот заметить с места водителя при закрытых дверях не особо. Это клавиша управления режимом переключения света, вернее, функции автоматического переключения ближнего-дальнего света фар. Также здесь расположена клавиша включения-выключения, собственно говоря, радара и кнопка открывающая лючок бензобака. Так же, как и в Toyota Esquire, которую мы снимали в одном из наших предыдущих обзоров, в данном случае аудиосистема имеет достаточно большую диагональ экрана. Соответственно, при включении задней передачи вы наблюдаете все, что происходит за вашим задним бампером на очень большом мониторе. Это достаточно информативно и полезно. Тем более, что в данном случае камера установлена так, чтобы вы видели сам край заднего бампера. Очень даже недурно. Ниже под монитором у нас располагается пульт управления системой климат-контроля. Несмотря на то, что он достаточно интересен в плане дизайна, он весьма информативен и прост в использовании. Климат-контроль здесь двузонный. Левая и правая стороны могут отдельно регулироваться в плане температуры. Здесь есть также подогрев боковых зеркал в нашей комплектации, которые, как на Honda, включаются одной клавишей с подогревом заднего стекла. Еще дальше внизу, в глубине, у нас расположены два разъема для зарядки либо прикуривателя с надписью «Socket», которая прикольно просвечивает на крышке ввиду наличия синей подсветки. Также есть два USB разъема и подстаканник, куда, в принципе, можно, кстати, складировать и ключ от автомобиля. На время езды далее селектор, который в данном случае не джойстик без фиксации наподобие Prius, например, а нормальный привычный селектор с кнопкой клавиши управления стояночным тормозом, который здесь электрический, клавиша выключения системы стабилизации, функция «Hold» удержания автомобиля в пробке при отпущенной педали тормоза и функция переключения автомобиля в чистый электрический режим вождения. Далее второй подстаканник и довольно небольшой по объему ящик для мелочей, который имеет вот такую прикольную вставку сверху, куда можно размещать разного рода мелочевочку. Да и даже сотовый телефон. Здесь также есть еще один 12-вольтовый разъем, ну и сам бокс довольно-таки небольшой по объему. Что касается бардачков и прочих мест для хранения, то здесь есть пара оригинальных решений. В частности, бардачок весьма объемный. Сюда можно загрузить достаточно большое количество разных вещей, тех же, например, книжек, компакт-дисков, салфеток и так далее. Интересно, что открывается он в данном случае нажатием на кнопку. И в дверных картах по низу можно обнаружить также довольно интересный предмет. Это очень похоже на салфетницу и, скорее всего, это она и есть. Причем у водителя и у пассажира есть по одной такой штуке. Довольно оригинальное решение. Ну и в завершении про обзорность. На самом деле в этом автомобиле с обзорностью все в порядке. По крайней мере, если говорить про обзорность с места водителя. Зеркала здесь довольно большие по площади и удобные. Присутствуют дополнительные стеклянные форточки, призванные побороться с мертвыми зонами при поворотах. Также, несмотря на то, что лобовое стекло здесь имеет большой угол наклона и сама панель уходит от вас довольно-таки далеко, нет ни ощущения зажатости, ни ощущения нахождения в блиндаже. Ну а теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на втором ряду сидений. Доступ на задний ряд сидений нам открывают двери с потайными ручками. Ручка расположена вверху, что предполагает, по крайней мере, что большую часть времени она будет пребывать чистой, не забрызганной грязью и сама по себе реализована достаточно интересно в виде вот такого курка. Открывается это все с очень приятным усилием на самом деле и внушает какое-то ощущение надежности. Что касается второго ряда сидений, в данном конкретном случае первое, на что обращаешь внимание, попав сюда, это то, что, несмотря на купеобразную форму автомобиля, задний диван здесь не отформован под двух пассажиров, как этого стоило ожидать. Он достаточно плоский и, в принципе, при большом желании и некоторой доле терпения, здесь могут разместиться три взрослых человека. Хотя в ольготном подобное размещение уже будет не назвать. Тоннель на полу есть, но высота его очень и очень небольшая, что-то порядка, наверное, сантиметров пяти-шести. То есть он не будет здесь сильно влиять на удобство размещения. А вот по поводу пространства над головой и пространства для ног, переднее сидение сейчас отодвинуто до упора назад. И я в данном случае уже касаюсь коленями кресла, хотя и не создаю на него какого-то избыточного давления. В целом сидеть довольно удобно, несмотря на то, что спинка заднего сидения здесь не имеет регулировок, это ее единственное положение. Здесь нет, по крайней мере, на нашем автомобиле никакого центрального подлокотника. Есть крепление Isofix для детских кресел, есть подстаканник для задних пассажиров в дверных картах, кнопка управления стеклоподъемником и, в принципе, подлокотник. Запас пространства над головой здесь минимальный, но, в принципе, достаточный для, опять же, купе-образного автомобиля. Ну и последнее. На заднем сидении Toyota C-HR чувствуешь себя обделенным, пожалуй, только по одному параметру, и это обзорность. Окна задних дверей здесь очень узкие, и если вы планируете возить на этом автомобиле, например, маленьких детей в детских креслах, которые любят смотреть в окно, то имейте в виду, здесь им может быть скучновато. Ну а теперь, что касается подкапотного пространства, вернее, начинки подкапотного пространства Toyota C-HR. Если мы говорим про версию для российского рынка, то максимальным, самым мощным бензиновым мотором для данного автомобиля будет обычный двухлитровый атмосферник. Естественно, бензиновый. 148 лошадиных сил. Этот двигатель носит маркировку 3ZR-FAE. Очень хорошо знаком по кроссоверам Toyota RAV4, собственно говоря, оттуда и перекочевал. Суффикс FAE в наименовании двигателя указывает на наличие в данном случае системы изменений высоты подъема клапанов Volvo Matic. По конструкции 3ZR-FAE, это алюминиевая рядная четверка с двумя верхними распредвалами, фазовращателями, обычным распределенным впрыском топлива, гидрокомпенсаторами и цепным приводом газораспределительного механизма. По большому счету, 3ZR-FAE, это достаточно надежный двигатель. Моторы эти ходят, хоть и считаются формально одноразовыми, но, тем не менее, пробег, который эти двигатели способны отбегать до появления проблем, это, как правило, свыше 300-350 тысяч километров. Единственное исключение, это проблемы со стороны с того самого Volvo Matic, причем связаны они не с железом, а, скажем так, с блоком управления. В нашей практике были примеры, правда, на примере более возрастных Toyota RAV4, когда приходилось заниматься восстановлением этого самого блока. Проглядеть его выход из строя довольно тяжело. На панели приборов зажжется целая гирлянда сигнальных ламп, начиная от чек-энжена и заканчивая отключенной системой стабилизации и прочими вспомогательными системами автомобиля. В остальном же, по данному двигателю, каких-либо очень характерных проблем нет. Разве что, если вы смотрите автомобиль, в чем пробеги вы не совсем уверены, или если этот самый пробег составляет уже свыше 200 тысяч километров, не лишний будет посмотреть автомобиль на дымность, на предмет наличия расхода масла на угар. Возрастные двигатели ZR серии вполне могут позволить себе потихоньку начинать расходовать смазку. Единственное, что три ZR Fae вы получите в этом автомобиле с левым рулем, проданным у официального дилера в России, только с передним приводом и вариаторной коробкой передач. Если же вы хотите купить полноприводный C-HR, то в данном случае у вас один-единственный вариант по мотору. Это будет довольно современная силовая установка. 8NR FTS. Данный двигатель, к чести производителя, несмотря на малый объем, 1,2 литра, все же четырехцилиндровый. Здесь алюминиевый блок цилиндров, два верхних распредвала. Здесь стоят уже современные, продвинутые фазовращатели на обоих валах, цепной привод ГРМ, прямой впрыск и турбонаддув. При этом двигатель выдает на самом деле всего 115 лошадиных сил, но обеспечивает достаточно неплохой крутящий момент, причем с самых низких оборотов. Основной плюс данной силовой установки это небольшой расход топлива. А также, по большему счету, несмотря на достаточно большое количество усложняющих конструкцию систем, это все-таки еще надежный агрегат. Были, конечно, единичные случаи, когда владельцы подобных автомобилей сталкивались с расходом масла на угар, причем даже на относительно небольших пробегах, но это всего лишь навсего лишний повод купить автомобиль после тщательной диагностики на профильном СТО. Будучи современным экологичным двигателем, 8NRFTS также может время от времени требовать от вас чистку системы EGR. Ну и, конечно, качественного топлива в данные двигатели лучше не заливать бензин ниже 95-го, а еще лучше все-таки высокооктановый 98-й. Ресурс данной силовой установки заявлен самим производителем как 200 тысяч километров пробега, но подобные заявления мы уже слышали и в отношении, например, однолитровых маленьких двигателей от Toyota, которые на практике выхаживают гораздо больше 300 тысяч. Поэтому регулярная замена масла и использование хороших горючосмазочных материалов скорее всего и на данном агрегате позволит вам легко перешагнуть 300-тысячный рубеж. Ну и, наконец, про нашу версию. В данном случае это гибрид. Toyota C-HR базируется на тойотовской платформе TNGA. Эта платформа использовалась также при создании автомобиля Toyota Prius в 40-м кузове. Собственно, силовая гибридная установка в данном случае от него и позаимствована. Бензиновым сердцем данного автомобиля выступает два ZTR FXE. Это алюминиевая рядная четверка, адаптированная для работы по циклу Аткенсона. От своих чисто бензиновых собратьев этот ZTR отличается слегка упрощенной конструкцией. Здесь один фазовращатель, только на впускном валу, а на выпускном стоит обычная звездочка. Используется самый обычный распределенный впрыск топлива. А в приводе ГРМ надежная роликовая цепь, вернее, две цепи. Отдельная цепь здесь приводит в маслонасос. В клапанном механизме применены гидрокомпенсаторы зазоров, поэтому никакими регулировками клапанов на этих моторах никто и никогда не занимается. Да и по большому счету к обслуживанию этого двигателя многие владельцы прибегают только на огромных пробегах уже далеко за 200 тысяч. И такая процедура, как, например, замена свечей, в данном случае легко осуществима своими силами. Четыре индивидуальные катушки зажигания все на виду. Доступ к ним в данном случае эталонный. Что касается ресурсов данных силовых установок, если брать данные по Toyota Prius, то большинство владельцев подобных автомобилей, если и сталкиваются с чем-то на больших пробегах, то, как правило, это масложор. Связан в данном случае с достаточно тонкими маслосъемными кольцами. Естественно, отягчающие обстоятельства факторы, такие как, например, перегрев двигателя, способны эту проблему изрядно подстегнуть к появлению. Также попадаются на этих двигателях запотевания, либо подтеки по прокладке клапанных крышек, в запущенных случаях на моторах с очень большими пробегами может уже запотевать стык головки блока цилиндров с самим блоком, ну и, конечно же, лобовина. Крышка, закрывающая цепи. Однако, как правило, никто из владельцев подобных гибридных установок никогда не занимается капитальным ремонтом двигателя. Стоит контрактный агрегат еще достаточно вменяемых денег. Даже можно сказать, что это довольно-таки скромная сумма. Проще поменять подобный двигатель на мотор с маленьким пробегом и эксплуатировать свою гибридную силовую установку дальше. Продлевает ресурс этому двигателю также и тот факт, что мотор на гибридной установке от Toyota всегда, по сути дела, работает под нагрузкой. Работает он в режиме оптимальных оборотов. Нет у него холостого хода, наиболее неблагоприятного режима для работы любого бензинового движка. И, соответственно, износ цилиндропоршневой группы при таком режиме работы также получается минимальный по сравнению с обычными бензиновыми собратьями. Схема гибрида в данном случае классическая Toyota это, по сути, и есть тот самый Prius. Есть у нас два электродвигателя, мотор-генератор, используемый в качестве, собственно, генератора для зарядки батареи. Он же преобразует передаточное число оборотов от двигателя на колеса непосредственно через редуктор. Есть тяговый двигатель, на котором этот автомобиль начинает движение на малых скоростях, который используется в качестве генератора в режиме рекуперации для зарядки батареи. Есть узел, заменяющий в данном случае коробку передач, по сути, планетарный редуктор, где кроме шестеренов подшипников больше нет ничего, и поломать подобный узел можно только специально, и то чисто физически. А также инвертор, преобразователь сердца всей гибридной системы, которая в данном случае имеет свою параллельную основному бензиновому двигателю, систему охлаждения и свою помпу, за исправностью которой нужно следить, поскольку в случае выхода из строя есть риск перегреть инвертор и как следствие попасть на недешевую замену данного компонента. В остальном же сплошные плюсы. Простая конструкция, минимальный расход топлива в городском цикле и очень и очень хорошая динамика. По крайней мере в городском цикле. К недостаткам гибридной версии подобного автомобиля можно отнести пару моментов. Ну, первый достаточно неочевидный, это меньшая емкость топливного бака по сравнению с чисто бензиновой версией 43 против 50 литров. а второй момент связан с тем, что на гибридном автомобиле у вас сильно пострадает проходимость. На данных машинах, в отличие от чисто бензиновых версий, вы не сможете бесконтрольно буксовать. Система стабилизации здесь настроена таким образом, чтобы обеспечить максимальную сохранность жизнетяговому электродвигателю, которому режимы с пробуксовкой на пользу, как водится, не идут. Еще одним отличием гибрида от чисто бензиновой версии будет высота дорожного просвета, но об этом чуть позже. Ну а перед тем, как заглянуть на автомобиль снизу с подъемника, поговорим про дорожный просвет. И вот этот момент для кого-то может стать определяющим, кстати говоря, при выборе данного автомобиля, а вернее, при отказе от выбора данного автомобиля. Дело в том, что именно у гибридной версии C-HR дорожный просвет очень небольшой. Машина выглядит внешне как кроссовер, но 140 миллиметров или 14 сантиметров под низшей точкой в данном случае это защита с передней части автомобиля. Это на самом деле очень немного. Если что, подобный показатель дорожного просвета имеет такой автомобиль, как Subaru Levork в рестайлинге, конечно, а это на секундочку все же спортивная машина. Тем не менее, если говорить про передний бампер, то в данном случае до края бампера будет уже побольше сантиметров, около 17, но опять же центральная часть будет здесь ниже, поэтому к высоким поребрикам паркуйтесь аккуратнее, а на сугробы из замерзшего снега лучше вообще с разгона не заскакивать. Кстати, брызговички здесь висят всего в 11 сантиметрах от поверхности земли. Что касается порогов, в данном случае все уже обстоит не столь печально. 21 сантиметр до накладки порога от земли спереди и порядка 17 сзади. Ну, а если препятствие уж очень высокое, паркуйтесь задним ходом. Вот здесь на самом деле есть где разгуляться. 31 сантиметр до нижней точки. Причем задняя банка глушителя, расположенная поперечно в данном случае, отстоит от бампера на довольно приличное расстояние и зацепиться ей надо будет еще смочь. Так что, если поребрик очень высокий, задним ходом вы точно к нему подъедете без потерь. Ну, а теперь давайте поговорим чуть-чуть про подвеску Toyota C-HR. В данном случае она выполнена по следующей схеме. Спереди это Макферсон, ну, а сзади это подвеска на двойных поперечных рычагах. Рулевая рейка в данном случае естественно электрическая, никаких гидроусилителей здесь нет и в помине. Не будет их также и на версии автомобиля не гибридной. А что касается передней подвески в данном случае кстати говоря по тойотовской традиции шаровая нижняя шаровая спереди это болтовое соединение к рычагу. То есть данный узел вы можете поменять отдельно. Менять весь рычаг в сборе вам не придется. Это очень хорошая традиция. Молодцы, что продолжают ее придерживаться. Также к вопросу клиренса низшая точка напоминаем это пластиковая защита которая крепится в данном случае к переднему подрамнику. Он тоже здесь находится не на запредельной высоте от земли поэтому между колес на этом автомобиле препятствия следует пропускать с осторожностью либо не делать этого вовсе. Задние сайлентблоки подрамника кстати здесь непривычно маленькие но видимо инженерам Toyota так показалось удачнее. Днище автомобиля кстати говоря в данном случае практически полностью закрыто пластиковыми защитами исключения составляют сами пороги их состояние можно оценить визуально и с ними здесь все в порядке. Топливный бак в автомобиле разумеется пластиковый ну и в продолжение темы подвески здесь все достаточно массивное достаточно массивное для данного класса автомобилей это касается и самих рычагов и сайлентблоков и даже стабилизатора поперечной устойчивости а стойки стабилизатора в данном случае очень короткие и при этом выглядит достаточно крепко втулки стабилизатора также весьма здесь основательные так что скорее всего каких-либо проблем по задней подвеске тысяч до двухста у владельцев подобных автомобилей в принципе возникать и не должно таким мы увидели сегодня гибридный CH-R 2016 года выпуска из Японии праворульный вариант надеемся после просмотра этого ролика у вас появилось представление о том что же все-таки является собой данная модель если у вас был или есть подобный автомобиль на котором вы проехали большой километраж и вам есть в чем нас дополнить в чем нас поправить указывайте все это в комментариях ведь людям которые ищут себе подобную машину ваш комментарий может помочь определиться с выбором также если вас заинтересовал конкретный экземпляр который был сегодня на нашем подъемнике есть приличный шанс что к моменту выхода данного ролика машина все еще будет в продаже в компании RDM Import в городе Новосибирске всю интересующую вас информацию включая цену вы можете уточнить воспользовавшись контактными данными под данным видео спасибо за просмотр и хорошего дня до новых встреч на канале пока пока